Всем привет! Я продолжаю тренировать футбольный клуб Честер в шестой по значимости английской лиге в анораме Национальной Лигы Норд. Ну и прошло уже достаточно много времени с последней нашей серии, мы не видели матча, и вот можете наблюдать, мы на третьем месте. Находимся были на восьмом, когда с вами расстались, тут уже достаточно много событий произошло за этот период. Ну давайте посмотрим некоторые вещи, которые мы с вами не видели. Расстались мы вот здесь, вот перед матчем с командой Стокпорт, четвертый квалификационный раунд Кубка Англии. 1-1 мы сыграли в гостях, но дома потом в переигровке 3-0 выиграли, в чемпионате были победы одержаны достаточно спокойно, хотя по счету не всегда. Здесь вот ничейка у нас была с командой, да, Нунятен Боро, Петерборо, вот команда уже Лиги Уан досталась нам в первом раунде Кубка Англии, мы ее переиграли, хотя проигрывали, но второй тайм в блестящем стиле. Удалось нам выиграть 4-1, видим тут Чорли 5-3 в чемпионате, стартовали мы в Кубок FA Трофе с третьего квалификационного раунда, 3-2 тут прошли команду Брэкли, дальше Кубок Англии, второй раунд, там гостевой поединок достался против команды Бертон Альбеон, но здесь непростая победа, 1-0 в гостях, вообще было весело, дальше были победы у нас в чемпионате, вы можете наблюдать, FA Трофе Кубок тоже мы выиграли 2-1, в общем шли у нас победы, вы можете наблюдать, вон достаточно много, 13 подряд побед у нас, да, было, по-моему, и 14, с этим, ну, сами посчитайте, самое интересное, вот Кардив, Кардив Сити, команда уже чемпионшипа, то есть это второй по значимости английской лиги, мы дома ее обыграли 3-2, это, конечно, интересно, если бы не удаление у нас в конце первого тайма, мы вели 3-0 к перерыву, и один из голов, давайте с вами посмотрим, в общем, он очень интересный, ну, и смотрите, какой гол забил Луис Дан, вратарь выносит, и прямо на него, или тот в середину поля, посылает мяч в ворота, давайте еще раз посмотрим, чтобы убедиться в этом, вратарь разыгрывает, и тот прямо с центрального круга, в одним касанием, ну, редкость, конечно, есть в таком плане, но она интересна, ну, дальше были победы, вот у нас, видите, допустим, в чемпионате мы 1-0 играем, а по статистике, там, 29 ударов наносим, то есть, да, мы здесь 2-1 выигрываем, соперник себе войдет, раствор наносит и забивает, ну, в общем, ну, так вот у нас все весело, единственное, последний матч у нас был против команды Галифакс, дома мы его проиграли, по статистике, видим, мы явно были сильнее по ударам, по всему, еще и пенальти не забил Асанта у нас, поэтому, вот так вот, обидное такое поражение, по игре мы явно не заслуживали этого поражения, но и что сейчас самое важное, нам предстоит играть с Манчестер Юнайтед, гостевой поединок, Кубок Англии, 4-й раунд, это 1-16 финал, вот так вот мы прошли, будем смотреть на Манчестер Юнайтед, у него коэффициент 1-0-7, на нас 21, ну, это, в принципе, понятно, и здесь вряд ли кто с этим поспорит, ну, интересно, как мы будем выглядеть на фоне МЮ, да, который сейчас команда идет на 4-м месте, на 4-м месте, да, Аврику Нарушу Сульскеер так по-прежнему тренирует, ну, здесь 21-й год, ну, и мы видим МЮ-47, то есть у них Сити, тут Анхэм, тут все поровно, тут здесь, конечно, интересно, Барри Пай идет, Челси вообще лидирует, это интересно в Англии, ну, и давайте посмотрим, в принципе, по трансферам у нас ничего нет, то есть есть один только игрок, который был взят в аренду, ну, вот так вот, из команды Хаддерсфилд он был взят, ну, нам отдали, там много команд его хотело взять, ну, из Манчестер-Сити, там, из Ливерпуля нам не давали, никого в аренду, говорят, хотим, чтобы он играл с более сильными командами, но вот этого товарища отдали, ну, играть будет на фланге защиты, конечно, вот так вот в этом плане, уже три игры здесь, кстати, сыграл, но пока оценки не самые выдающиеся, ну, и одну еще на кубок, в общем, на другой этой трофе провел, ну, посмотрим, как он в Кубке Англии себя проявит против команды Манчестер-Юнайтед, хотя это будет сделать, ну, конечно, очень сложно. Ну, в общем, против нас Сольскер выставляет, ну, не такой состав основной, тут мы видим, может, Магуэр только, ну, хотя у него 8 игр, 5 на замену, непонятно, может, травмирован был, сложно сказать, что не слевердил я за ним, ну, ну, Лингард, вряд ли он основа нынешнего Манчестер-Юнайтед, да, ну, вот мы видим здесь Грин Хендерсон, вратарь, ну, тут есть Алексис Санчес, кстати, в запасе, одну игру всего сыграл, выйдя на замену, ну, а так, Гринвуд, тоже игрок, выходящий на замены, Даниэл Джеймс на замены, Анхель Гомес, 3 игры всего провел, Гарнер ни разу тут не появлялся, этот вообще дебютирует, товарищ этот тоже, этот, ну, здесь играет, да, ну, ладно, давайте смотреть, Ултрафорд, стадион, нам нечего терять, скажу нашим игрокам, естественно, Ултрафорд полный, они ходят там на всякие матчи, нападедчики абонемент скупают, и вот удар по нашим воротам состоялся, причем сразу, ну, не нужно думать об этом, что у нас тут произойдет, да, нужно попытаться и сыграть свой футбол, это очень сложно, игроки явно выступают наше мастерству, даже резерву, Манчестер Юнайтед, вот, потому что если мы будем смотреть на их, ну, тут видите, да, многие показатели нам не открыты, но они явно, явно сильны, и быстрые ребята, и, в общем, вот так. Бегать за ними, конечно, непросто, вот карточек мы хватаем, на удаление нарваться можем, естественно, и потом вообще уже ничего светить нам не будет, ну, здесь, ну, очень много потерь простых, неоправданных, в отбор, конечно, вступаем, но здесь позицию проигрываем, здесь выбить даже не получается с первого раза, ну, как опасно, все, Манчестер Юнайтед нас давит, и должен был сейчас открывать счет, вот такое вот попадание в перекладину мы с вами увидели, Манчестер Юнайтед, Силенок, хватит, не хватит, спросите вы, кто ж его знает, если бы он снова играл его, и Мью, конечно, тут нас бы разбили в пух и прах, я думаю, с крупным счетом, а так мы первый тэмит стояли на 0-0, даже тут 6 ударов умудрились нанести, и по ним чаще, ну, и понятно, так, ну, надо сказать, что так, что я доволен вашей игрой, хотя, чему радоваться, на желтых карточках есть, или, ребятки, это может сказаться, второй тайм, погнали, ждем, что Мью предложит, Алекс из Санчса, я не знаю, почему не выпускают, так, будут ли еще на желтые, печалька, можно, можно красный получить, ну, здесь в отбор идти сложно, Лайн Ю, конечно, с этим полегче, по показателям у игроков, так, дут ли, не надо здесь на фланге толпиться, нам, навес, здесь скидка, ну, не очень хорошая, продолжим, нет, не продолжим, на контратаку нарываемся, гринвот, ой, как прошел, ой, как прошел, и забивает, как же так, мяч все-таки предательски заполз туда, ворота, очень-очень печально, смотрите, как все это происходит, просто, вратарь вроде бы взял, коснулся, но не получилось, так, у нас тут на желтых много чего происходит, да, давайте, так, Глендана глубже, Бенхемиса выпустим, так, что еще нам нужно, ну, если Асанта убрать, Юшеса выше поставить, можно, конечно, такую штуку сделать, но, не факт, что она себя оправдает, угловой у наших ворот, удар, и опасно, но мы не видели, момент фаворота мю, соответственно, на что рассчитывать, да, так, нет, не получается у нас атакующее действие, когда, наверное, баринга, ну, баринг вообще, он очень плохой нападающий, практически не забываетесь, высокий, неуклюжий, написано даже, ну, приходится, иногда его выпускать, ну, в общем, карточек только мы нахватили, очень много, оказали мы сопротивление, нет, Манчестер Юнайтед не оказали, 1-0 проиграли, ну, скажите, достойный вариант, на самом-то деле нет, ну, в общем, вот, такие новости, ну, и не ожидалось, посмотрите, арбитр, оценка 5,2, это очень печальная оценка, очень плохо отсудил, получается, арбитр, но, ничего мы не показали, соответственно, и должны были, наверное, проиграть, давайте скажем, что, отличная работа, ну, все-таки, шестая лига, тягаться, пока, не можем, вот, с такими командами, как, Манчестер Юнайтед, ну, выплатили нам, 7 тысяч, 250 евро, так что, управление в восторге, ну, мы максимум выжили, я думаю, из этого кубка, может быть, если мы играли дома, с МЮ, и, там, он играл не основным составом, может быть, мы бы смогли, что-нибудь, получше показать, ну, так что, вот, два поражения подряд, у нас теперь получается, да, но, если от Галифакса, не очень, заслуженно, то, Манчестера, вполне поделом, от Манчестер Юнайтед, ну, в общем, все, пока на этом, прервусь, посмотрим дальше, если что-то будет, интересное, то, пока будем пропускать матчи, и узнаем, на что мы способны, займем мы, какое место в чемпионате, в итоге, или что произойдет, в общем, будем смотреть, будем ждать. Если кому интересно, то, вот, у нас чемпионат России, в данный момент, 20 марта, 21 года, мы уже до сюда домотали, смотрим, а Краснодар здесь лидирует, это очень весело, я думаю, очень, очень, круто, да, если Краснодар станет чемпионом, ну, здесь Спартак уже не догонит, даже Зенит, скорее всего, поэтому, ну, в Еврокубках, вот, не знаю, Ростов сможет, не сможет, ну, вот такие вот новости, Рубин внизу где-то, Сочи, Химки, видимо, здесь, да, Енисей, хотя это вряд ли, в реальности произойдет, но, Енисей, вот здесь вот, аутсайдер. Ну, и также давайте заглянем с вами в девятую по значимости лигу, которая British Airways, я начал этот сезон в этой команде, да, помним, был тренером, 8 туров, мы сыграли, все 8 выиграли, ну, смотрите, после меня, British тут не остановить, команда ни одного поражения не потерпела, уже обеспечивалось ей чемпионское звание, то есть, повышается в восьмую уже лигу, ну, мы за ней, наверное, уже больше следить не будем, так или иначе, Балагун, здесь 21 гол забил, ну, вообще, результат, конечно, интересный, команда выдала, ну, вот этот состав, который я там собрал, ну, и никого, естественно, не разъербанил, да, оттуда к себе, ну, вот такой вот я, пусть они дальше пробуют, переходят в восьмую лигу, и там себя заявляют как следует, вот, такие у нас новости, а теперь давайте посмотрим, как мы играли после поражения от Манчестер Юнайтед, итак, Манчестер Юнайтед мы проиграли, да, помним, на кубок, вы это только что видели, а дальше мы в чемпионате вот одержали победу, там ранее удаление было у соперника, но вот проиграли потом дома, представляете, команде Барроу, 0-2, это, конечно, интересно, хотя по статистике опять мы были лучше, то есть, вот такие у нас поражения, но с реализацией беда просто была в этом матче, соответственно, 0-2, а дальше были опять какие-то победы, в этой трофе, ну, все, видимо, в один гол, 2-1, здесь, правда, 5-3, но пропустили 5-1, вели, в итоге 5-3 сыграли, здесь 3-2, вот здесь вот более-менее 4-1, вышли в FA-трофе, кубок вот этот среди тех лиг, которые идут с пятого там места и ниже, да, 2-2, был матч против Спенни Мур, переигровка, переигровку мы 3-2, в общем, веселые у нас матчи были, очень веселые, не каждый раз такое можно увидеть, но дальше были одержаны еще победы, вот последний вообще 4-0, достаточно легко, и в полуфинале мы сейчас будем играть кубок, этот FA-трофе с командой Галифакс, который лидирует у нас в 6-ом дивизионе, она из двух матчей мы видим, первый ответный, сейчас мы первый матч гостевой с вами посмотрим, и там останется совсем уже мало туров, 5, и сможем ли мы или не сможем, на втором месте мы идем, гарантировали себе место в плей-офф, как и Галифакс, но на 4 очка мы отстаем, соответственно, сейчас нам кубок полуфинальный, вот с этим Галифаксом, и еще 5 туров, сможем ли мы отыграть 4 очка, вот в чем вопрос, чтобы напрямую пробиться в, собственно, в пятой по значимости дивизион, или не сможем, поэтому давайте смотрим матч кубковый сначала, потому что Галифаксу мы проиграли в чемпионате оба раза, да, и один раз это было еще не при мне, когда я еще не возглавил команду, другой раз вот при мне было, дома мы проиграли 0-1, хотя имели преимущество, не реализовали пенальти, ну а так, смотрите, отставание у нас было очень большое, но мы смогли, смотрите, сколько очков набрать, и из минусовой разницы там очень большой выйти в плюсовую, плюс 27, в общем, у нас это интересно. Ну вот он матч, ну не так много, кстати, болельщиков собирает этот поединок, полуфинал в Галифаксе у нас, ну давайте смотреть, так, что, будем действовать, как обычно, ну и Галифакс для нас соперник, ну совсем неудобный, получается, мы его два раза проиграли в чемпионате, то есть, да, надо было сказать игрокам, что за вами должок, конечно, но они пока еще, я что-то это пропустил, Галифакс в атаке, салам, удар, да, пропустить мы можем, у нас иногда преимущество большое, по ходу матчей, да, мы не реализуем свои моменты и пропускаем, вот в итоге там 2-1 выигрываем, тогда он травму получил, это плохо, угловой мы подаем, здесь моменты, и Акоча, представьте, центральный защитник, наш центральный защитник, Джоша Акоча, 11-ый гол в сезоне забивает, он в списке там лучших бомбардиров идет вообще нашей команды, ну, конечно, не лучший, но центральный защитник, 11 голов, и все в основном вот с угловых, ой, сразу мы получаем в ответ, представляете, от Лафферти первый гол его в сезоне, никогда не забивал, и 1-1, уже счет, тоже с углового здесь неразбериха, получаем вот такой вот гол, да, интересно, Галифакс-то, команда очень упертая, и хочется первое место занять, выйти автоматом в лигу номер 5, да, ну, и, соответственно, еще и на кубок нас тут, обыграть еще момент, ну, здесь прям в руки нашему братарю, Робертсу, мяч прилетает, убивает более-менее нормально, здесь плохо, но отбирать не получилось, заброс, Ассанты куда-то скидывает, верховая борьба, подбор за соперником, ну, и, что здесь, опять боремся, да, перевод, Дудли, Дудли, удар и гол, 2-1, выходим вперед, не знаю, хвалить не буду, наверное, как для теперь игроков, ну, вот, Энтони Дудли, девятый, свой гол в сезоне, представляете, человек играет, ну, больше, так скажем, в атаке, с правого фланга, хотя полузащитник, но он забил голов гораздо меньше, чем центральный наш защитник, вот так, отворот, Робертс, Дан, Дан с травмой, Ассанты, удар, ну, прямо во вратаря, но нужно пробивать мимо вратаря, но здесь перехвата не последовало, вот такие ошибки, технические, ну, 2-1, вы видите, выигрываем, в два раза больше ударов нанесли, второй полуфинал, там, Йорк, играет с Довером, ну, это, так, скажу, что пока все хорошо, пока вы все молодцы, да, так, ну, а теперь надо желтую не получить, и все будет вообще здорово, если так и произойдет, смотрим дальше, второй тайм, так, ну, да, она можно заменить, фьюжес у нас есть, если что, на эту позицию туда может выйти, Дудли, Дудли, так, перевод, Глендон, Тейлору, Тейлор, ну, как забить, молодец, да, Дуваль, ну, и Тейлор здесь неплох, Тейлор здесь очень даже неплох, получил здесь мяч в разрез, и успел там, ну, там, конечно, от защитника, наверняка, был викашет, поэтому пас, ну, не прямо сказать, что такой точный, четкий, ну, и, ведем, ну, 3-1, очень даже неплохо, еще момент, у нас все, вот, этот кубок, этой трофе, да, мы ни разу не выкрали здесь комфортно, так скажем, все время в один гол, так, что у нас, кстати, по заменам, да, надо дан заменить, наверное, да, и послан получил, так, ну, давайте, сначала, бенохимиза сюда, да, но на хьюшеса заменим, потому что эти на желтых, двойная замена, мы снова с мечом, ну, такие ошибки, ну, нельзя такие ошибки допускать, а, хорошо тут Робертс, справился, с этим ударом, угловой, здесь нормально, так, ну, и дальше ничего не произошло, теперь наш угловой, можно решать, все было уже в этом матче, по сумме двух, чтобы не играть, пока нет, здесь перехватили, дудле, вынос, ну, вынос плохой, здесь дальний удар, может быть, и смотрите, попадает, эринг, опять, все на тоненького, ну, зачем такие выносы, ну, вынеси в аут, здесь, может быть, там и вне игры было, но мяч не дошел до соперника, а вот тут, дальние удары, три-два, счет становится, так, у нас еще одна замена есть, коча, конечно, уже, очень много проделал, работы, да, коллинз, с местами их поменяем, и пять минут, судья тут добавляет, ну, и все на этом, мы видим, по статистике, опять, мы были лучше, а выиграли всего три-два, соответственно, ну, скажем, что выиграли молодцы, все-таки обыграли мы этот Галифакс, кубок, это не чемпионат, соответственно, к ним мы вплотную не подберемся, в турнирной таблице, но, сделали шаг для выхода дальше, в финал, так скажем, этого Эппей Трофи, ну, вот, первые матчи мы видим, Йорк 2-0 выиграл свой матч, наверное, тоже будет фаворитом, но, если мы с Галифаксом из одной лиги, так скажем, да, то вот этот Йорк и Довер тоже, из шестой позначимости, только другой дивизион, в общем, вот, такие у нас тут новости, ну, если кому интересно, четвертьфинал Кубка Англии, смотрите, Ливерпуль выигрывает в Борнуто, Эвертону Хаддерсфилда, Манчестер Юнайтед у Астон Вилла, Тоттенхэму Нурвича, то есть, Ливерпуль, Эвертон, Манн Юнайтед, Тоттенхэм проходит дальше, ну, Ливерпуль, по-моему, Манчестер Сити тут выбил еще где-то ранее, поэтому не наблюдаем здесь Манчестер Сити, не наблюдаем и Челси, Челси я не помню, честно, от кого они вылетели, но вот мы от Манчестер Юнайтед вылетели, и, соответственно, Манчестер Юнайтед проходит в полуфинал Кубка Англии, да, ну, посмотрим потом, что здесь произойдет, кто в итоге выиграет этот Кубок Английский, да, будет, наверное, очень интересно, там, Ливерпуль, тут, но здесь Ливерпуль, конечно, смотрится, если в реальности брать фаворитом, ну, а тут, кто его знает, да, как сложится. Ну, мы еще один матч тут сыграли в чемпионате гостевой против команды Гусс ЛА, 2-1 выиграли, но опять у нас тут было большое преимущество на счет 2-1, представляете, всего лишь навсего, ну, и Галифакс, мы видим, 5-0 в гостях обыгрывает команду Кеттеринг, ну, и, соответственно, 4 очка тут сохраняется, в общем, да, 4 тура нам и им остается сыграть. Но у нас ответка, да, по кубку, давайте к ней вернемся. Результат первого матча 3-2 в нашу пользу, но если мы проиграем в один гол, то мы не пройдем. Дальше, там, допустим, 0-1 или 1-2. Соответственно, здесь сразу в серии пенальти будет. Давайте скажем игрокам, чтобы первый матч тут не забывали и всю работу, проделанную в нем, нельзя обломать. Вот так. Да, ну, это в Лиге Чемпионов, там, 3 забить в гостях, можно дома проиграть 1-2, и этого хватит. А здесь нет. Здесь разница мячей не влияет, конечно. Поэтому Галифаксу просто выиграть в один гол, и будет серия пенальти. Помним это. Момент был с углового не очень хороший удар. Отворот разыгрываем. Томас. Ну, что это такое? Ну, вот какая ошибка, а, бездарная? Просто ошибка. повезло нам тут, что не забили сейчас в наши ворота. Такой привоз состоялся. Асанта. Асанта. Упустил. Так, ну, преимущество у нас опять есть, по статистике. По всему. Но не по счёту. Концовка первого тайма. Так, Глэндон с мячом. Назад приходится играть Браун. Отдай Тейлору нет. В центр Дан удержался на ногах. Дудли. Дудли можно пробить, но не в вратаряже. Ну, такой вот 0-0 после первого тайма. Ну, что сказать. Так, я недоволен, как вы играете. Так, ты здесь нашёлтый. Можешь удалиться. Не очень хорошо. смотрим дальше. Галифакс в атаке. Здесь нельзя так давать, бить, тем более спокойно отдать на подборе. Это плохо. здорово. Здорово, подобрал. Пробил не точно. Очень не точно. Так, замену я буду делать, наверное, Тейлора на кого мы будем менять. Хьюжеса, да, на фланге здесь побегает. Хотя он крайний защитник, Тейлор, но он больше подходит под роль именно полузащитника. Штрафной тут мы исполняем навес и штанга, но там не игры. Но там не игры оказывается. Так, ну ладно, еще давайте штрафной понаблюдаем. Ну да, гол все-таки да. 15-й гол в сезоне. Это здорово. Похвалим за этот гол. Ну и видим, как все неплохо. Ну вот на вне игры нам нет. Вне игры никакого нет. Красная линия дальше. Так, ну у нас есть возможность кого-то заменить. Асанта, например. Ну вот Варинга давайте выпустим. Ну это нападающий конечно жесть. Ну это просто жесть. Это типа наверное заболотного, если брать российскую историю, да, российский вариант. Соответственно все вот в таком духе. Так, замену делаем. Так, ну еще одна у нас есть. Кого заменим? Глендон. Хорош. Форсон. Хорош. Ну давайте Скотта Бартона в опорную зону. в избежание вот всех таких вещей. Заканчивается матч. Последняя минута добавленная идет. Два гола мы надеюсь не пропустим. Даже удар состоялся. Здесь не получается у Галифакса ничего. И запрос на Хьюджеса. Хьюджес надо решать. Ну вратаря опять бьем. Надо пробивать Пима вратарям. Как это игрокам объяснить? Видимо никак. Здесь удар валинга. это про заполотного я говорил. В общем выигрываем 1-0. По статистике опять наше преимущество. Но по счету сложно. Поздравляю парня вы вышли в финал. В общем вот такие у нас результаты. Ну неплохо так 17 410 евро мы получили за победу над Галифаксом выходим в финал на Уэмбле будет финал ну в общем очень даже интересное дело. Ну это произойдет аж 16 мая то есть команда Йорк-Сити мы видим из национальной лиги все-таки команда оказывается но здесь будет наверное любопытно на это посмотреть то есть пишут что мы два матча с ними играли два раза ничью было дело видимо в предыдущем может сезоне а может еще в каких-то годах но это было без меня в общем вот так вот мы действуем ну и все у нас неплохо остается нам четыре тура в чемпионате сыграть ну мы видим здесь 13 команды с 3 вот будет очень непростой матч выездной с 11 и с 9 но и сможем ли мы 4 очка отыграть вернее тут от Галифакс многое зависит если нет то нет соответственно тогда мы будем играть в плей-офф чтобы попасть в лигу номер 5 вот такие у нас информация такая на этом наша серия заканчивается всем спасибо за внимание в следующем мы все увидим что и финал кубка этой трофе и возможно плей-офф а может быть и нет всем спасибо за внимание всем пока